так еще два уточнения по поводу пешек смотрите ребята вот в этом моменте у меня кабель идет так что смотрите тоже не про втыкайте вот где у вас идут кабеля они обычно идут ровненько к резетке то есть вот этот вот кабель но у меня здесь не к резетке идет у меня к резетке я завел здесь очень интересным способом вот посмотрел у одного знакомого получается у меня здесь идут розетки в основном идут вниз идут вниз и на сантиметрах 20 от пола идут вот так вот по стене и потом уже там там не тоже гипсокартонного стена я под гипсокартоном поднял и вывел все туда вот брасплит коробочку так что так это первый нюанс не забывайте за кабеля которые идут по стене я здесь отступил и вот если надо будет прикрутить пушка да то я просто взял две один короче видите туда поставил к стене а второй сверху вот так что тоже очень надежно получилось и не забывайте если вы на вот этой штуке крутите просто на но вот этой вот да вот поролонковые штукенции то не пережимайте их их можно так зажать вдавить сильно что получается не будет никакой то есть она должна быть немножко свободно вот смотрите видите я двигаю она двигается на двигается у нее есть ход она там как бы свободно косичит то есть не нужно сильно зажимать но и не нужно ее совсем не дожимать то есть аккуратно в меру прижали слегонца и остановились я думаю понятно да иначе толку не будет теперь нужно перенести розетки как их переношу очень элементарно берем рулетку меряем высоту высота у нас 90 ой 89 89 и 5 89 и 5 от стены 52 меряем размер от от пола к центру вот блин от пола к центру я померил он блин так тут надо написать обязательно что-то центр центр вот от пола короче к центру то есть я теперь знаю их не их не высоту вот и от края от стены померил до первой резетки до первой резетки у меня 52 сантиметра вот тоже можно написать до 1 1 и все вы их не потеряете то есть потом же сделаете в гипсокартоне там же отверстие все отлично получается здесь как видите проходит мимо профиль у нас вот так будет то есть сюда профиль не попадает потому что я начал оттуда но зато здесь попадает профиль поэтому объясняю как будем здесь в принципе можно резетки перенести если вам не принципиально и у вас нету заранее каких-то планов у нас просто здесь заранее план у нас здесь стоит кровать вот прикроватные тумбочки то есть и над тумбочками у нас розетки мы не можем их переносить потому что если мы дальше перенесем она уже будет не на тумбочкой розетки будет а за тумбочкой ну или сбоку тумбочки это будет совсем некрасиво поэтому никуда мы ничего не сдвигаем вот здесь вот видите две пешки рядом для чего когда мы сюда запустим профиль cd-шку я ее выставлю заказа фиксирую всю потом просто болгарка я обрежу здесь и обрежу здесь профиль все и у меня здесь будет свободное место я сейчас тоже обязательно запишу размеры сверху вот снизу снизу до до центра высоты хотя высота у меня принципе одинаковая она по лазерному уровню выставлялась вот и померяю здесь от стены вот тоже от стены померяю сколько здесь длина до первой розетки вот все с этим рассказал ну что следующий этап ставим cd-шку вот меряем cd-шку и устанавливаем ее заводя заводя сначала нижний край потом попадаем верхний и вот таким вот макаром ну то есть вытяну вот считать я вытяну заводим сначала низ завели низ потом попадаем верхушечку вот просто одной рукой это будет очень тяжело показать как видите одной рукой бы я просто не справлюсь поэтому я еще сейчас расставляем пешки вот пешки cd-шки но прежде чем их расставлять вот я сначала хотел их нарезать а потом думал блин нарезать их всегда кучи тоже не не интересно смотрите что мы делаем прежде прежде мы в эту cd-шку заложим вату обязательно сейчас я короче заношу вату показываю которую буду использовать я не так ценю все ладу вот такая вот болгут я уже ее брал я скажу вам очень даже неплохая вата держит свою плотность достаточно такая вот она не самая короче голимая но цена очень даже хорошего вот я не помню какая у нее блин плотность где-то написано хотя ее плотность написано универсальная теплоизоляция плыд из минеральной базальтовой ваты все это все что здесь написано вот шоу них еще есть не горючая 50 роки в гарантии не пропускает и не тепло не холод то есть и так понимаю держит и то и другое то есть очень даже на себя хорошо показала поэтому одни и пользуюсь вот а цена я вам скажу очень даже отличается вот если допустим брать звукоизоляцию rock rock full какой-то там вот так вот цена той изоляции стоит на короче если брать одинаково пачками допустим эта пачка у нас обошлась то ли 400 гривен ой то ли 600 не по моему 400 все-таки до 400 гривен за пачку пачки 6 квадратных метров пятерки 5 сантиметров толщина вот а то и так же сама стоила 1800 чтобы вы понимали 1800 и 600 да возможно та вата немножко лучше но я вам скажу звук что это вата что та вата будет пропускать ну будет глушить точнее одинаково так что я не знаю зачем платить больше нашел приступим к следующему нашему этапу сейчас будем короче распакуем один пакетик будем одну один из будем просто тупо резать на полоски 6 сантиметров и вкладывать в профиля смотрите что я делаю я на профиль устанавливаю поставил придавил и по профилю буду резать круче нарезаем вот таких вот полосочек берем и уладываем на профиль на верхушечку немного отступаем так как там у нас будет воно будет входить в удэшку чтобы нам ничего не помешало вот так вот и не сильно туда трамбуем почему потому что аж у есть такие вот края и туда можно я сейчас всю плотно утрамбовать нам нужно ставить чтобы она держала свою свою толщину то есть 5 сантиметров которые есть то есть одну сторону засунули вторую придавили одну ставили вторую придавили чтобы вы понимали для чего я это делаю смотрите два профиля один с ватой второй вес что мы делаем понятно да ну что теперь готов к установке на свое место так следующий этап надо натянуть нитку посередине так как профиля у меня невысокая стену невысокие потолки вот всего нашего 230 поэтому на 2 на 2 метрах 30 сантиметрах ничего с профилем не случится он у нас ровный принципе я проверил достаточно ровный достаточно держит свою форму как вышел завода так вот по центру мы сейчас берем закручиваем саморез с той стороны по центру и с этой стороны вот в том уголку но в том вот профиле прикручиваем два самореза натягиваем нить пока у нас только одна стоит натягиваем нитку смотрите как можно по центру или ближе сюда главное не сюда не крутите в край потому что когда вы будете крутить край вы загните профиль и таким макаром ваша нитка будут показывать неправильные вещи вот видите смотрите здесь его сдавить то она будет немножечко с ямочкой поэтому немножечко выравниваем от того что мы надавили и с той же стороны то же самое проверили и смотрите что мы дальше делаем пока профиль один мы его сразу же берем перекручиваем не восстанавливаем все сразу потому что мы поставим все сразу мы потом этой ниткой ничего сделать не сможем придется все переделывать все разбирать ну убирать точнее и заново и ставить пока он один мы сейчас берем по ниточке его идеально выставляем видите он шевелится вот выставляем и прикручиваем загибаем пешки заранее пешки не загибайте ни в коем случае потому что будет у вас проблемки вот даже вот здесь вот я взял немножечко отогнул и вот это нам помешает когда будем засовывать профиль с ватой вата будет рваться об эту часть поэтому надо засовывать ее с другой стороны то есть старайтесь чтобы пешки оставить вас как можно плотнее к синее в данном случае все сейчас короче прихвачиваем эту и вот куда нам нужен саморез при шайбе вот этот саморезе которые вначале показывал этими саморезами мы будем прикручивать наши профиля пешка прижимаем до определенного расстояния смотрим может маленький микро зазорик оставляем и жадно попадаем в какую-нибудь ямочку если она у нас там есть вот если нет ничего страшного можно просто профиль крутить они достаточно острые и хорошо войдут то же самое делаем с другой стороны сейчас показывай поближе так вот как она выглядит сбоку да понятное дело и вот как она выглядит вот здесь вот смотрите видите минимальный зазор если есть то он минимальный вот немножечко можно чтобы с одной стороны был чуть чуть больше с другой меньше это не столь важно но старайтесь конечно делать идеально то есть после того как мы первую зафиксировали теперь можем ставить следующую зафиксировать следующую и так до конца и кстати совсем забыл не загинаем пешки вот так пускай торчат когда все прокручиваем так пускай торчат пока мы начнем вставлять сюда листы вот и так поставили последнюю стоечку все готово теперь можно загинать все пешки все вот так вот чтобы они торчали у нас вот и прокручиваем я прокручиваю по одному саморезу с пресс шайбой вот так вот начиная от центра и иду к краям то есть центр у нас есть потом естественно это то что ближе и то что дальше ну а здесь естественно одна все прокручиваем все все пешки и так все пешки прокручены далее можно естественно заниматься ватой замеряем я не знаю опять же из того угла пойду от дверей так как мне это удобно замеряем так чтобы вата зашла аж плотным к стене то есть не до профиля а чтобы она в профиль врезалась то есть до стены то есть меряем здесь у нас 57 сантиметров ровно 57 вот можно сделать 57 и 5 ну даже нужно 57 и 5 сантиметров что самое интересное вот шушу а пенопласт не не работает так как вата так что будете знать ни в коем случае не не делайте таких ошибок он никакого пенопласта делать не нужно вот это просто выброшенные деньги на ветер теплоизоляция до звука нет только вата только вата и смотрите сейчас надо его вставить вот так вот сюда в угол чтобы он врезался в наш профиль зашел и сюда и сюда вот ну а здесь стал плотную обычная вата очень даже легко врезается влазит нет никаких проблем а с этой вот видите есть проблемки не хочет оттуда врезаться абсолютно я разрежу вас смотрите думаю будет видно как она вот хотела врезаться получилось то есть мы сейчас поможем сделаем надрез ножом это давно точно зайдет между профилем и стеной чтобы не страдать такой ерундой в дальнейшем мы все заполним наши наши низ профиль до нижний профиль и за стену вот такими вот остатками кусочками обрезки будем заполнять что вверх что вниз чтобы нам не надо было еще и вверх пихать ее понятно да это обязательно потому что и ставите пустоту блин лучше ее не оставлять она не нужна ну вот смотрите о чем я говорю видите у нас там вот надо заполнить за профилем и в профиль то есть вот так вот заполняем короче вот это пространство вот это мы точно заполним ну и так далее все весь низ будем заполнять вот естественно весь вверх тоже заполняем вот и профиль и за стену за профиль точнее сюда попробуем его всунуть если этот час не получится у нас резаться тогда я следующий лист уже отрежу четко в размеры вот а туда тоже тоже возьму нарезу кусочков полосочки и поставлю туда вот ну что я вам скажу очень плотненько все получилось и хорошо вот для чего нам нужны эти пешки которые мы не завернули изначально теперь берем их и загибаем так сказать прижимаем нашу вату так вот легенько не сильно чтобы нам естественно не не вдавить дырку потому что прорвать ее конечно можно все и вот так вот продолжаем 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 заполнять все наше пространство вот так вот у нас получается все красивенько смотрите как швы я не избиваю потому что я не вижу в этом смысла вот многие делают здесь короче ну начинают с целой следующий начинает с половинки чтобы короче здесь швы не совпадали но я не вижу в этом вообще никакого прикола почему потому как она здесь она очень плотно то есть этот шоу он вообще ну не играет никакой роли поэтому я этим не занимаюсь я просто фигачу сначала целый потом целый потом отрезаю с целого кусок опять целый целый потом с того что отрезал кусок еще один кусок отрезаю ну и так далее и так далее и так далее вот я конечно захочу на сегодня сделать эту вату и наверное все просто сдайду это все дело ватой чтобы все было у нас готово к завтрашнему дню а для вас конечно же время пройдет незаметно и так ребята для вас прошла секунда времени всего на все переходит закончил я со всеми со всей ватой как видите кусочками там подобивал вот все у нас готово здесь как вы видите нам ничего не мешает она прям до профиля от профиля начинается единственную шпешку я видите отломал просто отломал потому что если ее сюда загнул она нам сможет помешать в гипсокартоне сделать отверстие под подрозетник здесь вот я как и говорил болгаркой просто разрезал профиль получается здесь у нас закреплен здесь закреплен то есть все никуда ничего не сдвинулось все таки осталось вот розетки у нас будет на том же уровне на тех же местах не забываем в розетки в те старые засунуть вату обязательно потому что там у нас тоньше стена поэтому чтобы не было проблем и шума сквозь розетки здесь вот я поставил видите такую штучку это чтобы когда я резал искры не попали на стекло ребята не забывайте болгарка стекло керамика вот и ламинированные поверхности вот эти искры которые идут от металла они ужасно ужасно портят стекло и все остальное короче поверхность налипают тоненькие капельки металла и вы потом ничего не сделаете с этим делом то есть поэтому будьте осторожны вот все сейчас я туда запихиваю вату в эти подрозетники и приступаем к клейке всех профилей которые есть вот для чего нам понадобится эта широкая лента тоже звукоизоляционная лента вот у меня здесь 5 сантиметров но лучше конечно если вы найдете 6 6 сантиметров чтобы прикрыть весь профиль 6 сантиметровый так вот все распаковываем и нам надо теперь все профиля сначала стоечки в принципе без разницы можете сначала стойки cd-шки можете сначала уд-шку проклеить в моем случае я стараюсь клеить по центру почему потому что здесь будет стык а у меня только 5 сантиметров а не 6 чтобы все было хорошо если будет 6 метровая то там уже особо прям там выравниваться необязательно вот для тех кто хочет сделать но совсем отточненько чтобы было дал не нашли 6 сантиметров берем две троечки давайте ближе покажу вот видите две троечки вот закрывают полностью весь профиль ну а вот у нас пятерочка как видите по пол сантиметра по краям не хватает так что можно сделать и так ну что ребята все можно зашивать гипсокартоном высота 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 229 228 5 делают ну все говорят надо по сантиметру отмечать по сантиметру снизу чтоб не было гипсокартона и сверху чтобы не было гипсокартона то есть Я так не делаю, потому что Одна простая причина У нас профиль 3 см Ширина профиля Боковушки, низа и верха У него 3 см То есть если мы забираем, оставляем 2 см Некуда прикрутиться, начинаешь прикручиваться И конец гипсокартона Край гипсокартона ломается И поэтому Достаточно хорошо его не прикрутить Поэтому я не делаю таких больших запасов А буквально Полсантиметра на всю высоту Буквально 2-3 мм сверху 2-3 мм снизу Все, даю пустоты Вот как видели Взял, я подложил вам подложечки Вон у меня снизу Ну до сантиметра, там сантиметра нету Вот и сверху, видите, у меня Ну тоже миллиметров, не знаю 3-4 Вот, есть Все, здесь впритык к стене поставил Вот И прикручиваем Как видите, здесь заступаю полтора сантиметра Буквально, чтобы оно Ну, чтобы не попасть, понимаете, в голову вот эту зону А чтобы попасть на поролонку Вот так вот И закручиваем, ребята Вот это, вот это вот очень плохо Вот когда он пробил Верхний слой картона Это очень плохо Вот такого допускать нельзя И что, закручиваем 15-20 сантиметров Расстояние между ними Все По серединке вообще Он можно только по вот этим крестикам Которые здесь есть Сюда прокручивают Да и все Можно, конечно, для надежности Еще по центру бить между ними Все Вот так вот прокручиваем И гоним все остальные листы Так, ну что На этом я прервусь Я наконец-то поеду подстригусь Потому что уже просто Ну, как видите Зарос совсем в хлам Вот, уже два листа прикрутил Отлично Дело движется Да что гипсокартон делать А самому нефиг делать, ребята Так что, кто сам не пробовал Самостоятельно Вперед из песни Потолок то же самое Можно Просто на потолок целый лист, конечно, да Будет сложновато одному закинуть Вот Но профиля можно выставить Самостоятельно одному Вот И кусками Если это вот такие вот Видите куски, как у меня Ну, то есть это короба, да Небольшие короба То короба можно самостоятельно сделать Вообще без проблем Все Здесь я прерываюсь Итак, ребятки Я вернулся Постриженный Красивый Вот Так гораздо лучше, ребята Гораздо лучше себя чувствуешь Ну что Приехал Закончил Чтобы вам показать Уже готовый вид Вот так вот Красивенько у нас Все получилось Как видите Верхушечки немного гуляют Но это ничего страшного Видите Один чуть выше Другой чуть ниже Это все из-за того Что просто размеры Вот Немножечко не угадывал Вот А так Это все Мелочь жизни Снизу у нас тоже щель Как видите Вот Осталось То есть Все готово Предварительно Я видите Лист поставил Сразу же Показал Где центр Розеток Чтобы знаете Ну размеры Размерами Это хорошо Но Когда поставили Меточку То так еще лучше Вот Также я Написал Где у меня здесь провод Стрелочки Сюда Сюда То есть За профилем У меня здесь Идет кабель Я могу его на высоте Как видите Этой Ну или этой высоте Или посредине Короче Где угодно Могу его вытянуть Сделать отверстие И вытянуть Есть Также я отметил Здесь Где у меня розетки Чтобы долго не искать И не мериться От пола Вот А чуть не забыл Ребята Мы же С вами мерили В начале Шум Насколько пропускает Стена у нас звук Да Вот Сейчас мы Короче Измерим Как оно С нашей Шумоизоляцией Так Ребятки Пошел туда Сделал там Чтобы было на 70 Максимум А теперь Сейчас здесь Меряем Ну как видите Гораздо Гораздо Меньше шум Но давайте Не будем забывать Что у нас Здесь Здесь На потолке У нас здесь Лежит слой Продавленной Ваты Пятьдесятки То есть Там уже 50 А то и меньше То есть Звук Проходит у нас Вот так вот Через потолок То есть Очень Очень хорошо Слышен звук Отсюда Это раз То есть Возле стены Слышно так Еле-еле Через дверь Дверь Вообще Незвукопроницаема Нифига Ребята Блин Учтите это Когда будете делать Не покупайте Я вам скажу Такие МДФные двери Лучше деревянные Деревянные двери И чтобы у них Была резиновая Вот это Кантик Понимаете Да Ну как Кантик То есть Резиновое уплотнение Для того Чтобы Гораздо Плотнее Закрывались И вот Видите У нас Двери Беспорожные То есть Порожков Нету Тоже Получается Блин То есть Когда музыку Реально Слушаю Сейчас Я пошел Там Сделал На всю Катушку Но Вспомнил Ребята Что Я Мерил Тогда На всей Катушке Тогда Было Там 70 ДБ Звук Поэтому Я пошел Там Сделал 70 Вернулся Сюда И на Тех же 70 Здесь Померил То есть Реально Результат Ощутим То есть 50% Точно Мы Скрыли Звука Чтоб Вы понимали 50% Чтобы Еще Лучше Скрыть Это Уже Нужны Другие Материалы Естественно Подороже Это Будет В 2 В 3 Раза Дороже Так что Это Нам Уже Не нужно А так В принципе Я доволен Свой Работой Вот Еще Надо Будет Залезть На Крышу И Положить Там Еще Утеплителя Нормальной Ваты Потому Что У нас Там Была Один Раз Проблема Одно Время Была Открыта Крыша И Туда Звозили Коты И Коты Подавили Всю Вату Которая Была В рулонах То есть Рулонная Вата Она Не Годится Для Такого Дела Она Очень Быстро Садится Сама По себе Плюс Я же Зашел Туда Котик Походил Походил Все Она Вот Такая Там Понимаете То есть А наши Крыши Там Естественно Открыты Друг с Другом То есть Вот Вата Здесь Лежит Вата Там Лежит То есть Звук Хорошо Проникает Здесь Реально Просто ОСБ Вот На Потолке ОСБ Потом Доска Пара Барьер И Все То есть Еще Туда И звук Проходит Тоже Учитывайте Этот Манюанс То есть Там Тоже Должно Быть Хорошо Уложено Все Ватой Лучше Соточка И Вот Этой Вот Плотной Вот Этой Вот Плотной Ваты По которой Если Котик Даже И Пройдет Он Ее Полностью Не Вдавит Все Далее Короче У нас Идет Шпаклевка Сначала Конечно Фогенфюлер Сетка И так Далее Кому Интересно Задаем Вопросы Интересно По шпаклевке То есть Узнать Дальше Как я буду Делать Эту стену Пишем В комментариях Вот Возможно Сниму Для вас Ролик Как я Шпаклюю И Если Вас Интересуют Другие Строительные Работы У нас Уже Есть На канале Канал Наш Называется Коля Оля Шаповаловы Вот Есть Плейлист На канале Своими Руками Туда Я выложу Ролики Которые Непосредственно Тематические По какой-то Определенной Теме Ссылочка Будет В описании Вот На плейлист Заходим Смотрим Может Кому-то Что-то Будет Интересно Кому Понравилось Кому Было Интересно Ставим Бальчик Вверх Кто Еще Не Подписан Подписываемся На канал Еще Будет Много Всего Интересного По Возможности Буду Снимать Для Вас Ну На этом Этапе Все Спасибо За Внимание Всем Пока Субтитры 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 Продолжение следует...